в этой части о новейших сердечувствительных индикаторах я хотел бы посвятить как тему для уже так называемых традиционников точнее секты электромагнитных полей торсионных полей стоячих волн знаете вот эта стоячка десятилетняя в которой где-то кто-то что-то видит какие-то стоячие волны и тем более электромагнитные поля так называемые но уже давно конечно можно превратить в анекдот но тем не менее люди ведутся и постоянно считают что здесь что-то электромагнитные которые помогают здоровью организма хотя на самом деле их тут совершенно нет и совершенно не то помогает организму я вам уже неоднократно это доказывал на примере посоха и тому подобных моих разработок где торт никаким образом не участвует процессе но тем не менее результаты огромнейшие и довольно интересные я покажу вам на плоском излучателе довольно таки уже традиционная вещь которые я например давным давно уже почти не использую так чисто вот для вас сейчас тут будет включен генератор на 88 71 с автономным питанием как видите все светится эти индикаторы сверхчувствительные которые показывают на плоском торе энергию которая не имеет отношения ни к радиоволнам не электромагнитным волнам вот у нас будут участвовать в процессе вот этих два индукционных датчика которые конечно показывают вроде как электромагнитное излучение но на самом деле это просто преобразование вихревой энергии которые контуром воспринимается как электромагнитное хотя на самом деле этим не является то же самое и этот и вот у меня еще есть я вам уже показывал вот такие индикаторы они тоже индукционные и вот эти так сказать чисто статические сейчас вот только разницу покажу в чем дело вот если мы берем обычные индикаторы вот например на неонках их видим что они вот светятся ну буквально вот если взять вот например 3 миллиметра вот 4 миллиметра то есть еле-еле но схватывает это вот на таком генераторе то есть он меньше вата мощности на 7 миллиметрах уже как видите толку уже никакого а теперь посмотрим эти индикаторы на светодиодах как я вам говорил здесь всего на всего тончайший проводочек 0,14 миллиметра где-то диаметр здесь 4,5 сантиметра то есть 45 миллиметров то есть грубо длина проводника где-то около 15 сантиметров вместе со светодиодами и вот посмотрите какое расстояние вот еще добавляем 9 светится еще 9 но светится 17 нет уже нет вот можно так то есть видите какое расстояние покрывается по отношению вот например к таким индикаторам которые именно показывают так называемую статику вот это то же самое вот этот ну на 16 миллиметрах и выше оно показывает то есть вот вот всего ничего но энергия показывается именно та которая нам нужна то есть мы видим при помощи этих индикаторов именно то что нам надо а не вот это паразитное которое сейчас указывается вот этими индикаторами например вот это например вот это вот у меня другой плоский тор и на нем здесь 4 миллиметра немножко частота другая намотка другая и как видите тут уже ничего не показывается то есть неонка бессильным а вот этим индикатором все равно и вот если мы разместим сюда то есть 4 3 4 9 еще 9 еще 9 ну 17 уже еще плюс многовато то есть видите на каком расстоянии можете посчитать с разницей и вот если мы берем эти индикаторы или вот такие значит понятно что в таких индикаторах если прикасаться вот противоположной обкладке то чувствительность повысится вот так меньше чувствительность так больше чувствительность но даже без этой чувствительности вот когда дотрагиваюсь еще показывают на таком расстоянии то есть то есть еще будет отдельный разговор по поводу того почему они как бы друг другу мешают вот отдельно вот такой индикатор вообще без вывода как видите расстояние значительно выше то есть эти индикаторы даже вот на плоской вам показывают настоящую энергию так которая является ценной для нас и вот поэтому можно судить уже конкретно что нас к самом деле помогает то есть вот на этом расстоянии мы эту энергию можем использовать значительно лучше если мы просто прикладываем вот эту плоскость к телу потому что когда мы прикладываем плоскость телу а я уже сколько раз об этом говорил паразитность значительно больше чем та энергия которая полезна и вот именно эта энергия когда мы вплотную приближаем тело она поглощается самой поверхностью поэтому фактически и не действует я вам всегда говорил что надо держать это на некотором расстоянии хотя бы пару сантиметров от тела вот традиционный тут которых уже везде и всюду но на осветительных светодиодах он значительно меньше показывает вот тут только начинает примерно но если мы возьмем вот этот как видите расстояние значительно больше эти конечно тяжеловесные потому что здесь все таки 20 пизодиодов поэтому им тяжелее разогнаться и получить с такой малой площади относительно для них энергию вот интересная вот такая штучка я еще не проверял только из-за чего такая чувствительность то ли из-за того что вот особенность самой прокладки или все-таки светодиоды желтые но чувствительность достаточно большая вот чуть меньше чуть больше вот это вот четырнадцать половиной это одиннадцать можно этой лентой побаловаться кроме того я вам хочу рассказать точнее вспомнить вот про этот плотский тор это у меня реликвия если кто помнит смотрит мои ролики уже давно где-то в декабре восемнадцатого года я вам рассказывал когда презентовал свой посох окончательно презентовал были еще в некоторые презентации предварительные я вам рассказал про дочь которая проживает у меня в чехии давно и приезжала сюда в семнадцатом году в конце семнадцатого года встретиться с родственниками ностальгировать и вот тогда она когда приехала вот мы с ней беседовали по ее проблемам а у нее была проблема что она не могла лет десять уже забеременеть хотя там в и врачи и все там обследование попытки лечения и так далее ничего не получалось и вот она мне тут рассказывала об этом в очередной раз и вот я ее уговорил сесть несколько раз на эту плоскую поверхность и вот она уже в начале восемнадцатого года сообщила что беременна а в декабре родился внук уже ему пятый год растет здоровый шустрый умный довольно такие работящие и вот чем еще дело он так как все-таки дочь родом отсюда он знает два языка и ходит в садик а в садике сейчас там так как чехии тоже беженцы с украины вот там несколько детей которые именно с украины а так как они чешского не знают у меня внук сейчас подрабатывает на общественных началах переводчиком к сожалению согнали людей с родных мест даже как это и было сотни лет назад и сто лет назад 20-30-х 30-м году особенно да опять же мой отец 9-летний ребенок и братья сестры еще 13 детей и бабушка и дедушка бежали в 37-м с херсона с родных земель красные орды и вот сейчас происходит то же самое то есть нечисть лезет на чужую землю уничтожая все вокруг разрушая города изгоняя коренное население с родных земель когда-то я вам уже показывал более четырех лет назад и вот более полгода назад опыты по статическому электричеству вот с подобными индикаторами сейчас покажу вот как на этих но немножко в измененном виде вот берется такой рулон какой-нибудь пленки меру полиэтиленовая вот взял чтобы руками было накрываю ленточку вот это проводящая лента о которой я говорил ткань проводящая укладывается накрывается вот индикаторы и вот эти не буду сильно затягивать будет покороче вот как видите все горит прямо от малейшего прикосновения эти индикаторы тоже хорошо горят их а малейшие движение какие-то удары небольшие вот видите что происходит статика у нас абсолютно кругом малейшее наше движение малейшее движение какой-либо материи соотношение друг с другом все это вызывает энергию окружающих и таким образом таким образом все течет проходит не дано никаких больших металлических предметов вполне достаточно вот такого чтобы уже вызывать это для общего развития те кто все-таки хотел бы познать к настоящему как действует энергия виде статики можете наделать несколько подобных индикаторов туда же не нужен пластик или что-то деревянное взяли кусти любой фольги хоть от обертки припаяли приклеились или скрепкой зацепили разбросаете все по комнате желательно один конец поближе к батарее или заземлению скотчем корпусу компьютера холодильника или что-то подобного не обязательно что прямой контакт был просто желательно прислонить свет выключаем и двигаемся по комнате вы увидите как у вас вспышки будут даже в противоположном конце вокруг нас все дышит энергии и малейшем движении одежду снимаете одеваете есть правильно расположить индикаторы то увидите целую иллюминацию есть у кого животные просто берете прикладываете одним концом животному и гладите и увидите что у вас все горит а если еще к носу или там клапкам или если животик голый тут вообще будет просто сплошные вспышки дайте детям поиграться у вас все на уши поставят шерстяное покрывало одеяло на кровати диване поводили по поверхности слегка встряхнули увидите как у вас все будет все вот так вот вот вспышки вспышки сплошные идти кстати вот такой шар индикаторы видят более чем на метр вот вот именно такой индикатор вот подходите к шару где-то больше метра стояние он уже показывает что-то такое подобное я вам уже не раз показывал или вот как я переделал свой первый посох такой же индикатор это все будет у вас видно больше чем за метр вот такие индикаторы они где-то шар видят больше 80 сантиметров чуть меньше метра вот эти где-то 60 от 70 тут еще зависит от обстоятельств где вы находитесь насколько все прозрачно ну и какой шар потому что шар у вас может быть поменьше этот самый большой опять же вы можете поставить тот же посох или этот же шар за стену или за дверь желательно чтобы она конечно была деревянная или пластиковая или та же стена кирпичная или блочная мера если это промежуточная стена они несущие хотя несущие тоже пробивает поставили за стеной от у меня с 20 сантиметров промежуточные стены кирпичные поставил посох или вот этот шар прямо за стену и ходишь с индикаторами вот она тебе с другой стороны все показывает все светится все горит причем если так как шар точечный этот асимметричная система посох и она требует некоторой симметрии подхода поэтому свои особенности а шар он во все стороны тем более он палит он там 9 ватт этот то меньше вата а шар около 9 ватт поэтому мощность у него довольно высокая и вот если к нему подойти где-то так меньше чем на метр вот взять ленту в руки и вот так вот то же самое как я говорил про посох что вот если мы вот так возьмем за посох когда он работает и вот протянем индикаторы любые ленты и все остальное будет светиться так вот шар будет светить даже если вы подойдете просто к нему больше чем на полметра это там 0508 метра вот вы подошли к шару вот ленточки опять же вот эти вот индикаторы вот эти индикаторы вот так вот во все стороны раскидали и они вас светятся через руки можете целые цепочки делать не имеет значения из людей и все у вас там где-то там дальше засветится уже будет светиться вот на полную мощность этих индикаторов достаточно с посохом то же самое опять же вот мере если у вас там буйные соседи какие-нибудь алкаши просто буйные у вас не несущая стена а промежуточная 20-30 сантиметров вот посох прислонили шар то нет это не для этих дел этого для иллюминации можете применять вот для таких фокусов за дверь поставили и возле двери ходите у вас там все сверкает прямо на вас игры детей вот завлечь этим это вообще будет кипиш полный дома вот посох поставили прямо к стене соседа и все и посмотрите на его поведение что будет с ним происходить или соседями кстати это уже давно проводились эти эксперименты ну и мною и другими ребятами которые вот были последователи еще два-три года назад мне об этом сообщали как они эффективно против этой алкашни или вот этого дурдома соседского какого-то тоже вот так вот ставили посох включали на несколько суток и все и покой тишина и вот еще то что я бы вам рекомендовал обязательно повторите сделать это все то что я вам говорю это вы все можете повторить абсолютно делать вот это мелочь абсолютно ничего вот ставите посох вот это вы вешаете вокруг посоха где-то на полметра на 07 метра как вот у вас будет светить на каком расстоянии примерно вот на таком и ставите и вот просто ходите вокруг этого посоха между этими индикаторами за индикаторами за метр до индикаторов вот и когда вы будете так ходить вы увидите несколько этих индикаторов будут абсолютно по-разному себя вести из какие-то будут тухнуть вот вы сюда подошли а у вас тухнет с той стороны или с этой как-то больше меньше или начинает вот движение происходить энергии даже вот эта динамическая энергия это уже на будущее вам потом про статику такую буду говорить которая не динамическое то есть нет посоха идет а вот накопительная которые он только что опыт показывал и вот на те и вот вы будете вот так вот ходить и будете видеть как вот эта энергия она прилипает объекту живому телу поэтому я вам все время и говорю что подальше надо держать посох от металлических каких-то предметов потому что эта энергия если есть какой-то металл или какое-то тело проводимостью эта энергия она начинает уходить в эту сторону но это уже будет другой разговор и другая беседа и вот в следующем выпуске там будет довольно жесткое у меня обращение на основе то что я вам показал так что готовить всем пока